Здравствуйте, друзья мои! И снова с вами я, Евремова Татьяна Ивановна. И опять я хочу поговорить про вебинар Федоренко, что называется «Не вынесла душа поэта». Под этим вебинаром появляются все больше и больше комментариев, и комментарии все до единого положительные. Практически никто не задает критические вопросы. Все люди, ну или многие, как я понимаю, люди вовлечены в воспитание молодежи. И меня удивляет то, что никто не замечает непрофессионализма докладчика. Просто приведу один пример. В своем вебинаре Федоренко приводит пример маленького ребенка, который вот рисует, и он рисует и на бумажке, и на столе, и на стене. Вот это не сформатированный ребенок. Он свободен, он в творческом поиске, он делает все, что хочет. Вот это образец творческого мышления для Федоренко. А потом ребенок научается работать на листочке, он уже не вылазит за края листочка, что уже на стенках и на столе не рисует. Все, ребенок сформатирован. Это настолько непрофессионально. Человек, который такие вещи говорит, настолько не понимает, что происходит с мозгом человека. А на самом деле, почему ребенок рисует на столе, на стене? Да потому что его мозг еще не умеет контролировать действия тела. Мозг еще не в состоянии рассчитать расстояние. И вот когда мы видим, что ребенок машет рукой и залезает и на стол, и на стену, это вот такая дистанция между тем, что хочет сделать мозг, и какие приказы оно дает телу. Мы медленно и верно учимся взаимодействию между нашим мозгом и нашим телом. И это взаимодействие, оно исключительно важно, потому что чем лучше наш мозг координирует наше тело, тем лучше результат того, что мы делаем. Например, ребенок, когда он понимает, что он не должен выходить за пределы листа, разумеется, понимает пространство намного лучше, чем тот ребенок, который, размахнувшись, переходит на стену. А представьте себе, какова координация взаимоотношений между мозгом и телом, когда ребенок учится чистописанию. Вот такое вот старинное, уже давным-давно забытое занятие для маленьких детей, для первоклашек. Замечательное занятие, каллиграфия, отличное упражнение для мозга, когда мозг учится координировать движение руки до миллиметра, до доли миллиметра, чтобы все буквочки были ровненькими и аккуратненькими. Чтобы достигнуть такого уровня аккуратности, нужен очень высокий уровень координации между мозгом и телом. Я не знаю, есть ли такое выражение в России, но у нас в Австралии все учителя начальных классов и дошкольных учреждений знают такое выражение. Мозг ребенка находится в его кончиках пальцев. Ну и я абсолютно уверена, есть такая поговорка или нет в России, но все учителя знают, что мелкая моторика – это ключ к развитию интеллекта. А как развивается мелкая моторика? Повторением, повторением, повторением. Упражнениями, упражнениями, упражнениями. Можно ли это назвать творчеством? Кстати, я вам приведу еще один пример. Вот представьте, человек не формат. Ему хорошо, у него отличное настроение, и он начинает колотить ладонями по столу, барабанит от счастья какую-то там музыкальную мелодию. Вот этот человек не формат, который выражает свои эмоции. А вот человек, которому хорошо, он берет в руки скрипку и начинает играть. В первом случае мы видим искреннее выражение чувств с очень минимальным набором навыков. Во втором случае мы видим точно такое же выражение чувств, однако с огромным набором навыков. Как вы думаете, какое выражение чувств вы лично предпочли бы? Кто скажет, а давайте не будем обучать детей музыке, это так долго и нудно? А между тем, именно так оно и есть. Музыку изучают длительными упражнениями, это самодисциплина, это повторение, 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 чтобы в итоге достичь хорошего результата. Между прочим, если вы читали рассказы гениальных людей о своем творчестве, практически все до единого. Если они говорят о творчестве, то они говорят, что это 90, 95, 99% труда, труда, труда и 1% творчества. Чтобы поистине развернуться, человеку нужно иметь огромное количество технических навыков, а они достигаются только нудной дисциплинированной работой. Ну, ладно, это мелочи, такая вот мелочь, которую Федоренко, разумеется, не знает, поэтому для него человек без навыков, который вот просто свободно чертит, где попало, образец творческого мышления. Для меня это образец необразованного мышления, неорганизованного мышления. Ну, бог с ним. Я хотела бы перейти к Ленду. Никто не задает вопрос вот в этих комментариях к вебинару, а, собственно говоря, чем именно прославился Ленд. Вот мне бы хотелось объяснить его находку в двух словах. Это совершенно не то, о чем говорил Федоренко. Ленд написал работу, в которой он определил одну из больших ошибок системы образования. Ошибка заключается в том, что задания даются, в которых комбинируются логические и сенсорные элементы. И, кстати, Федоренко пример такого задания привел из учебника математики, где задание было совершенно на логику, но сопровождалось картинками, где та же самая тема объяснялась, но уже совершенно по-другому, другим языком и вела к другим выводам. Так вот, Федоренко из этого сделал вывод, что нужно убрать вообще логику и нужно заниматься сенсорным образованием, творческим образованием, или, как он любит повторять, дивергентным. Ужасно корявое слово. Но почему не оставить английское слово divergent английскому языку? Вместо того, чтобы его препарировать, вот эту мертвичину, дивергент, и еще потом использовать совершенно не к месту. Ну ладно, это опять я разошлась по поводу русского языка. Так вот, Лэн выступил с предложением разделять задания, выдавать детям задачки логические, отдельно, и сенсорные, отдельно. Потому что, когда мы комбинируем сенсорное и логическое в одной задаче, то мозг вступает в противоречие. Разные полушария бьются за первенство, ну и получается затор. Человеку очень трудно думать. Если мы разделим эти разные функции, то мы сделаем наше мышление куда более эффективным. Я также должна заметить, не знаю, относится это к делу или нет, но Лэнд больше, в общем-то, ничего и не придумал в своей жизни. Он написал одну единственную работу, основанную на его докторской диссертации, и это был его единственный вклад в науку. Никаких других открытий он не сделал. Но он был отличным пиарщиком. Я говорю «был», потому что его уже нет, и, в общем-то, не стоило, конечно, бы его критиковать. Но я просто хочу добавить, что он был отличным пиарщиком. Он очень много выступал вот именно с этой идеей, что нужно разделять творческие и логические задания. Ну и сделал себе на этом имя, и, может быть, поэтому его так часто цитируют. Он вот именно этот один маленький курс читал в десятках, в нескольких десятках университетов. Вот именно одну вот эту тему. Вот, собственно говоря, и всё. Я надеюсь, что я вам не окончательно надоела с этим вебинаром Федоренко. Всего вам хорошего, здоровья, и читайте литературу, и, главное, думайте. Думайте сами, никому не верьте. Субтитры создавал DimaTorzok